Я рекомендую. Технология, которая сейчас больше внедряется, это нулевая технология. Она хорошая технология, но при высочайшей культуре земледелия. Чтобы на полях не было сорняков, чтобы работы все проводились, взрылую почву, а не переуложненную. И чтобы соя росла в рыхлой земле. А каким путем это достигнуть? То ли это будет нотил, нулевая технология, то ли это будет пахота, то ли это будет поверхностная обработка, тоже не имеет значения. Кто что может дать? Ну, чтобы поле было чисто и нормально. Ну, что вы делаете? Я что делаю? Я пашу. Я пашу и сею. Осенью зерновые убираются, пашется зябь. Существует, в крайнем случае, двуполка. Но только не монокультура, это однозначно. А вообще-то, по идее, рекомендую, институт рекомендует, значит, иметь. Обязательно все братьте многолетние травы. Процентов хотя бы 20. Травы были многолетние. И потом после многолетних трав можно сеять сою примерно, ну, два года свободно. Сою по сою можно сеять. А потом зерновые... А? Многолетние какие? А многолетние? У нас оно только сладкое. Да. Безосый. Поповые травы, значит, мы испытывали. И люцерна растет. Ну, люцерна у нас растет на зеленый кор, а семян не дает. Семена очень дорогие, завозные. И спорцет. В принципе, можно тоже заниматься спорцетом из бобовых многолетних трав. Не, я рассматриваю, как предшественник для сои. Все-таки, для злого и уши, да? Для сои? Ну, любые многолетние травы. Только они, опять-таки, должны быть. Вот, не по родине многолетние травы, как имеем мы. Часто, все это хозяйство, где мы находимся. Не по родине многолетние травы, а многолетние травы. Мне даже было как-то раз сказано, такой человек, общеизвестный, уважаемый человек, говорит. А нам, говорит, вы же говорили, что если поле, допустим, надо подлечить, оно больное, где там заросло, то все эти травы, оно совсем исправится. Я говорю, да нет же, такого, говорю, быть не может. Дело в том, что, говорю, по траву технология должна быть еще более выше и требовательнее, чем мы делаем по траве. Если мы посеиваем в бурьян многолетние травы, посеиваем в бурьян, то мы бурьян и получим. Потому что многолетние травы обычно используются на зеленый корм, или на сено, или на сенаж. Гербициды не применяются. Видимо, и оправданно, потому что все-таки скотину кормить. Тогда надо поле готовить, чтобы оно было качественно, потому что там не было бурьяна. А если стоит трава с полынью, с осотом, и потом это спахали, посеяли сою, и получили фигу, правильно? Правильно. Так что везде, везде, в любом случае, должен быть хозяин. Ну и гербициды мы применяем, допустим, у нас Фронтьер, потом Базагран, не Базагран, этот, Нитран. В этом году вернули, что-то разговор завели. Года три не было, почвенный, да, да. Фронтьер потом... И по вегетации, допустим, вот я применяю. У нас Пульсар идет, Базагран. И для борьбы со злаками, там изелик супер идет, мы применяем у себя. Но это по пахоте, еще раз говорю, я у себя применяю. Так что, а ну-ка, 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 вот эту же книжку что-то подарил. А, ты цена. Это твоя работа? Да. Успели. Так у вас все сорта есть там, расписано. Там расписано потенциал до 40, почти. Там далеко не все. Центеров дают. Норма высева. Нет, вот, допустим, прошлый год, а? Норма высева. Норма высева сои. Я всегда говорю, где-то, допустим, 650-700 скоростелых и ультраскоростелых. И среднеспелые, и позднеспелые для нашей зоны, это где-то в пределах 450-500. 500. Схожих семян, нет. Схожи, наверное, нет. Ну, это всеобщая нелема. Все знают, как рассчитываться на высева. Ну, где-то, чтобы... Загущать тоже нельзя. Я считаю, что у нас на Боскайном всегда загущает посевы. Постоянно загущены. Постелы загущены. А в этом особенно пострадали густые посевы. Потому что в условиях недостатковой высокой температуры, да вообще, поднялась на 30 сантиметров, и вся отцвелась уже, и вся в бобиках. А бобики опадают и не наливают. Потому что перешли на узкорядный способ, а норму высева думают, что надо увеличивать. А, да, это не на узкорядный, на 15, правильно ли, правильно ли, на 15. Сплошной, да. Сплошной, да. А норму высева считают, что надо увеличивать. Есть посев на 15. А норма-то самая должна быть. Есть посев на 30 сантиметров, рекомендуется. Есть на 45. Вот, допустим, китайцы вчера... Сплошной, да, у них 66 междуряди в них, но у них типа гребня и две строчки на гребне идет. Гребневая посадка. Что касается вот этого региона, Сибирь, там вот этот Урал до Урала, то я думаю, там, в принципе, это слишком до дождей тоже не льет, особенно алтайцы. Какой у вас безморозный период? Безморозный период получается, ну, у нас, может быть, в начале июня мороз, раз в 3-4 года. Июня? Да, до 5 июня, до 10, но это редко бывает. Да, это редко, но и у нас, так как это тоже. Нет, это самый поздний заморозок у нас может быть, но он где-то может быть раз в 15-20 лет, это седьмого на восьмое июня. Это последний заморозок. А первый заморозок? Болеет, но проходит соя. А так, я думаю, после 15-го мая, после 10-го, это не такой серьезный лет. Нет, нет, последний, это первый заморозок, осенний. Осенний, это конец августа, начало сентября. Да, начало сентября. А у нас начало августа где-то, начало сентября. Начало сентября, начало сентября, начало где-то 10-го, 12-го, 15-го. Ну, это было так. А сейчас, где-то лет уже 10, наверное, подряд, как бы, знаете, сдвигается, вот, сдвигается температура. Ну, средневековая температура, средневековая температура у нас повысилась где-то на 0,7-1 градус. В целом, за последние где-то 15 лет. Ну, это объясняется глобальным сопротивлением. Идет сдвиг, значит, возделанный сои на север. Думаю, мы начали возделывать сои на сои. И где-то, и поэтому, вот сорта, которые с периодом вегетации были, допустим, 115 дней, вот, как октябрь, дауре, да, они сейчас выозревают за 103, за 107 дней. За счет высокого напряжения тепла. Вот это идет сдвиг. И позиспелые сорта переходят в группу скорострелов, скорострелов, утро сорта. А сорта, которые когда-то вообще мы не высевали, 125 дней, они вызревают у нас сейчас. И где-то до конца сентября, в принципе, в конце сентября эти замок, 125 вызревают у нас.